I have ways of blowing things off. Как ты пить будешь? В какую дырку тебе его заливать? Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Ох, стандартные земные языковые трудности. Все никак к этому не приспособимся. Эм, ничего, если я буду к вам на вы? Э, разумеется. Ты кто такой вообще? Вы можете обращаться к нам, как пож... к нам? Ага. Вы или коллективный разум, или что происходит в этом мире? Нас все устраивает. Не хотите чего-нибудь заказать? А, да, нам нужно сообщить вам наш заказ. Просим нас простить. Что вы посоветуете? Мы все равно не почувствуем разницу. В каком смысле? Неважно. Забудьте. Какой ваш самый дорогой... Ого! То есть ты просто решил... Здесь все по одной цене. Правда? Интересно. Мы бывали в различного рода заведениях, но это отличается от остальных. Так вы решили, что будете заказывать? Ладно, приготовьте нам что угодно. Что угодно? Что угодно. Давай я тебе кофе с молоком сделаю? Или, может, горячего шоколада тебе? Ну, может быть, шоколада с молоком? Давай так. Он... Почему он такой горький получается? Я же шоколад с молоком... А, шоколад типа какао-шоколад. Я понял. А может быть тогда так, так и так? Послаще сделаем. Давайте. Давайте. Ваш напиток. Погодите минуточку. Мне интересна книга рецептов. Латте, капучино, сироп от кашля, горький шоколад, эспрессо, зеленый чай с молоком, джахет тубрук, кофе-кофе-имбирь. У меня, кстати, не такой... Не так много напитков, как мне хотелось бы. Надеюсь, он придется по душе. Не волнуйтесь, нам все равно. Итак, давайте попробуем. Эм... Что? Нет, все в порядке. Ладно. Эм... Разрешите? Что? Зачем вы засунули палец в чашку? Очень странный вопрос. Мы так пьем, конечно же. Пьете? Да, пьем. А, точно. Мы чуть не забыли. Земляне пьют тем же, чем и говорят. Мы для этого используем наши придатки. Как правило, нам представляют полипропиленовый инструмент для питья. Что, простите? Трубочку, что ли? Он выглядит, как кусок пластика в форме длинной полой трубки. Вы про соломинку? Да, мы не понимаем, почему она так важна для землян. Чаще всего напиток можно выпить и без нее. Тем не менее, нам выдавали пластиковую трубку во время посещения подобных заведений в 87.76% случаев. Одноразовый пластик стал одним из главных загрязнителей окружающей среды у вас на планете. Кстати, а как вы пьете через соломинку? Точно так же. Но наличие пластиковой трубки избавляет нас от необходимости помещать наши придатки в жидкость, которые вы зовете напитками. Достаточно удобно. Возможно, в процессе принятия конечных решений земляне дадут предпочтение удобству. Ясно. Полагаю, люди ничего не запотозят, если вы будете пить с соломинкой в руках. Подтверждаю. У нас интересный вид. Откуда вы? Издалека. Посвятить вас во все детали не получится. Скажем лишь... Что мы здесь по заданию? По заданию? Да. Что за задание? Отыскать то, что жители земли называют женщиной. А дальше? Дать потомство. То есть вы прибыли откуда-то издалека, чтобы закрутить роман? Роман? Нам не нужны мужчины, мы прибыли за женщиной. Нет, я не про имя. Просим нас извинить. Но с художественной литературой наше задание так же никак не связано. Не про этот роман. Еще раз просим нас извинить. Время-то времени ваш язык заставляет нам серьезные трудности. Не беспокойтесь по этому поводу. Мы иногда сами пытаемся. Земля нам определенно стоит поработать над общением. Существует невероятное количество способов упростить взаимодействие. Из всех мест, где мы успели побывать, здесь процесс общения устроен сложнее всего. С этим соглашусь. И как успехи? Неудовлетворительно. Мы пользуемся неким крайне необычным приложением. Согласно нашей информации, это самый обширный источник взаимодействия с целью вступления в половую связь. Однако для успешных попыток дачи потомства ниже доли происходящих взаимодействий. Это, кстати, понятно почему. Первый раз слышу. Стоп. Приложение для знакомств? Интерфейс приложения использовал изображение пламени в качестве своего значка. Ну да, это... Я не думаю, что это реклама. То, что я сейчас скажу, это Tinder, да? Именно, про него. Однако мы столкнулись с некоторыми противоречиями. О чем вы? Согласно нашему пониманию функции приложения, во время его использования необходимо смахивать влево или вправо. Смахивание влево означает, что вы не готовы вступать в половую связь. Смахивание вправо означает, что вы к этому готовы. И когда два пользователя обмениваются смахиваниями вправо, они могут начать подготовку ко вступлению в половую связь. Полагаю, не заладилось? Большинство из них начинало общение с текста из очень больших букв. Еще там были слова, которые нельзя считать пристойными. Я даже не знаю, что сказать. Выскали большинство. Были такие, кто реагировал без агрессии. Некоторые из них выражали смех при помощи текста. Вам удалось с кем-нибудь встретиться? Мы назначали встречи. Многие из собеседников не приходили. Но были те, кто приходили? Да, но нас сбилось толку их манера общения. Встречи пришли безрезультатно. Даже несмотря на то, что мы решили проводить их в местах, рекомендуемых нашей базой данных. И эта кофейня как раз одна из таких мест? Да. Занятно. То есть у вас сегодня здесь встреча? Да. Она же должна была прийти. Возможно, у каждого землянина свое собственное понимание времени. В этом вы правы. Нет. Да? Да нет же. Ладно. Добрый вечер. Добрый. Не хотите что-нибудь заказать? Латте, пожалуйста. По местному латте это у нас кофе, молоко, молоко? Ну-ка. Кофе, молоко, молоко, да? Ваш заказ. Спасибо. И как вам? Вкусно? Хорошо. Что вам нравится. Снова будете читать? А, не изменяя традиция. Наслаждайтесь. Я могу чем-то помочь? Ах, нет. Прошу прощения. Лады. Извините. Что? Вы кого-то ждете? Только не снова. Нет, никого я не жду. Вы уверены? Да. Я уверен, что никого не жду. Просто мы ждем кое-кого из приложения. Она, как и вы, тоже орг. Так. Послушайте. Во-первых, я не единственная женщина-орг на планете. Черт побери, да я даже не чистокровный орг. Но вы... Урук Хай-69? Боже мой. Он вообще в своем уме. Простите его. Думаю, он не из этих краев. Вы... 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 Так и не ответили. Вы... Урук Хай-69? Типа... Хай. Я думаю, что вы поняли подтекст этого ника. И насчет Хай, и насчет 69. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это прям ник из Тиндера, да. Нет. Меня зовут Миртл. И у меня нет аккаунтов под таким именем. Ох... Значит, вы не она. Мы узнали имя. Миртл. Ээээ... День рождения 13. Ааа... Ладно. Программист. Работаю над серией игр. Цельном... Цельнометаллическая борьба. Ну, типа, цельнометаллический жилет. Но я думаю, вы поняли, к чему тоже отсылочка идет. А значит, вы не она. Естественно... Боже, что за мужчины пошли. Если он так не терпится найти девушку, почему бы не спросить у друзей? А может пойти в клуб или куда-нибудь еще? А у нас нет друзей на Земле. Ээээ... Да уж. Мы просим прощения за то, что вмешиваемся. Но что вы имели в виду, говоря о клубе? Согласно результатам нашего поиска, на Земле невероятное количество клубов. Некоторые из них нам очень интересны. Например, некий клуб, посвященный исследованию космоса. Члены называют себя трекерами. Я думаю, это от Стартрека, да? Трек. Забудьте ранее сказанное. И насколько назначена ваша встреча? Около часа назад по местному времени. Да, она на тебя забила, мужик. Что это означает? Велика вероятность, что ваш собеседник не придет. А, вот это облом. Прости, что приходится слышать от меня, а не от нее. Вероятно, она права. Вы пробовали связаться с той девушкой? Да. Если верить приложению, она прочла наше сообщение. Она ответила на него? Нет. Хех. Если не ответила, значит все точно так. Она не придет. Мне кажется, Миртл права. Ммм. Непредвиденно. Ход наших мыслей достаточно рационален. Но земная неопределенность заставила нас испытывать некое новое ощущение. Такое уже происходило? Множество раз. Что ж, соболезную. Возможно, это значит, что нынешний план действий не работает. Земля не выстраивает планы, чтобы вступать в половую связь? Причем сложнейший. Ваш народ не перестает нас удивлять. Раз дело обстоит так, наше дальнейшее присутствие здесь не обоснованно. Если хотите, можете остаться. Не думаем. Нам необходимо немедленно возвращаться. Но в будущем мы посетим это место еще раз. Вас очень хорошее заведение, владелец. Зайди мне оладушки. Спасибо, что уделили нам время, оладушки. Вам тоже спасибо за ваш вклад, Миртл. Мы определенно изучим земные планы по вступлению в половую связь. Кстати, это называется правилами. Половые правила. Хотя можно использовать слово план как ключевое. Мы примем это во внимание. Нам необходимо вас покинуть. Берегите себя. Это просто. Да, правую руку Х-69. О, кто, черт возьми, это был? Мне кажется, что степень твоего офигевания каждый вечер просто обретает новые горизонты. Привет, Фрея. А чего здесь забыл космонавт? По всей видимости, зашел попить и дождаться своего друга. Какого? Собаку лайку. Вот из приложения для знакомств. Как жаль, что меня здесь не было. И как выглядела его избранница, а она не пришла. Ах, бедняк космонавт. Почему он не снял свой костюм перед свиданием? В смысле, нет ничего нового в том, чтобы красоваться своей работой? Ну, не обязательно же настолько в лоб. Вряд ли он на самом деле космонавт. Крайне мере, в привычном понимании. Ты о чем? Возможно, он пришелец. Пришелец? В смысле, какой-то иностранный фрик или прям пришелец-пришелец? Прям пришелец-пришелец. Из космоса? Наверное. А может, из другого измерения? Ого, прямо с ума сойти. В смысле, сюда разные люди заходят, но это... Вау. Да, у нас в кофейне не бывает скучно. Поэтому я не пишу. Ах да, как там дела? С романом? Да, с романом. С большой буквы R. Кстати, довольно неплохо. Супер. Мы еще не читали сегодня с вами, да? Ну-ка. О, появилось новое космическое свидание. Ладно. Привет, я пришелец. Вы ведь так нас называете? Я прибыл с одной из планет галактики Андромета, чтобы обеспечить выживание своему виду и распространить генетический код своей расы по просторам бесконечной бескрайней Вселенной. Разве эта статья не должна была выйти завтра? Ладно. Прочитав текст в ее профиле, я как преданнейший фанат научной фантастики без лишних раздумий смахнул вправо, даже несмотря на то, что у нее на аватарке были какие-то косплеерные силуэты и непонятные космические корабли. Вот она сидит передо мной, попивая чашку папуа в Амэне, и я смотрю, я смотрю, и о ком сам, а я смотрю, и о ком сам подбирается к горлу. Темные короткие волосы, густые брови, пронизительный взгляд, и это пленительная улыбка, предназначенная словно только для меня одного. В общем, да, я прибыла сюда где-то 168 часов назад, и со мной было еще 11 товарищей. Мне более всех повезло с местом, здесь подают такие восхитительные напитки, заканчивает она свой рассказ о уверенном ей задании. Я, конечно, люблю научную фантастику, но это уже немного перебор. Она ни словом не обмолвилась ни о своей работе, ни о трусях, или же о чем-либо личном. Нормальные темы для беседы ей, похоже, чужды. Возможно, она просто сумасшедшая. Не может же такая красотка быть идеальной снаружи и внутри. Проносится у меня в голове. Кстати, есть такое. Если она красивая и до сих пор одна, задумайтесь о психическом здоровье, или своем, или ее. И что ты планируешь с этим делать? Напишешь роман, нарисуешь комикс, выпустишь игру или же снимешь фильм, спрашиваю я у нее. Ты про что сейчас? Ну вот про все то, что ты рассказала. Мне кажется, если рассказать такое то же самое, но в правильном виде, можно добиться неплохих успехов. Ну, я уже много раз постил это во всех и социальных сетях и на сайтах для знакомств. Это все не то. Из твоей истории получится отличный сюжет, который можно разрекламировать, продать, и тогда у тебя будет куча денег, и еще известный станешь. Известный? Тогда в моем народе и о моем задании узнают больше людей. Естественно. И тогда мне будет проще искать партнера с семенем лучшего образца. Ну, типа того. Решено. С чего начать? И тут наш разговор внезапно прерывает рингтон. Прошу прощения, я на минутку говорю ей, попутно доставая из кармана свой телефон. Здоров, чувак! Что это за цыпочка рядом с тобой? Черт побери, да, она просто бомба! Слышу я восторженный, подозрительный, громкий шепот своего лучшего друга. Стоп, ты что, сидишь в нашей кофейне? А, прямо у стойки, видишь меня? А, вот ты где, да, вижу. Вот же, блин, счастливчик, где ты раскопал эту красотку? Повстречал. Как же я тащусь от девчонок с длинными крашенными волосами? А? Ты про кого сейчас? Я про красотку напротив тебя. Она прям, прям мой типаж. Волосы в цветах радуги, большие глаза. Эти скулы. Не понимаю, что за бред он несет. Я сбросил звонок, однако на всякий случай решил проверить. Не сошел я с ума и взглянул на нее. Передо мной сидела девушка, абсолютно не похожая на то, что записывал мой друг. Что-то не так? Спрашивает она, заметив мою недомини. Ты вправду с другой планеты. Ну да, я тебе об этом уже битый час говорю. Что б мне с пришельцами кувыркаться? Ну, наконец-то. Я уже думала, что до этого не дойдет. Так что, к тебе или ко мне? И давай без защиты. Рассказ хороший. Но, по-моему, он должен был выйти завтра. Супер. Можно взглянуть? А можно? Нет. Ты это о чем? Можно почитать твой черновик? Нет. Только не этот. Почему? Не очень. Будь че так увереннее. Ты сама знаешь, что хорошо пишешь. Кроме того, если ты в нем не уверен, может, я смогу поделиться своими соображениями? Да, правда. Вообще, я распечатала черновик. Так ты изначально собиралась его показать? Хе-хе-хе. Я не знал наверняка. И вообще, это первая приличная версия. Да, брось. Я понимаю, что к чему. К тому же, я неплохо разбираюсь в твоем стиле. Хорошо, хорошо. Секунду. Сейчас достану. Только честно, ладно? Обещаю. Ну, ты отдашь его? Да не бойся ты уже, Фрея. Держи. Спасибо. Так. Ну-ка. И как тебе? Не торопи меня, ладно? Может, я тоже почитаю? Ладно. Что такое? Настолько плохо? Главный персонаж. Боже, все плохо, да? Мне кажется, не очень вписывается в мой характер. Это потому, что ты здесь ни при чем. Жаль. Ты каждый день видишь перед собой наглядный пример. Наглядный пример? Ты? Ты сам загадочный человек из всех, кого я когда-либо видела. Погоди, кажется, кто-то идет. Э, черновик. Еще не дочитан. Прикиньте, если... А, нет, это... Добро пожаловать вам здесь или с собой? Здесь. А что будете заказывать? А может, вы хотите сначала присесть, а затем решить? Я закажу сейчас. Нет, нужно торопиться. Не спешите. Мм? Ничего, если я закажу... Ничего, если я закажу не совсем простой напиток. Заказывайте что угодно. Главное, чтобы у нас были нужны ингредиенты. В таком случае... Помните, какой чай масала? Чай со специями? Да. Тогда мне чай масала, пожалуйста. А, я не помню, как его готовить. Сейчас будем посмотреть. А, погодите. Стой, сироп откажет. Для зеленой чай с мол... А, это было в общих рецептах. Чай с молоком. А, чай со специями. Кофе, кофе, имбирь. Так. Тогда, наверное, вот так. Вот так. И вот так. Я об этом пожалею, да? Надеюсь, верно. На запах похоже. Попробуем на вкус. Странно. Я чувствую, что ингредиенты подобраны верно. Но на вкус не то. В таком случае, наверное, нужно поработать над пропорциями. Что вы давали в первую очередь? Бери ли корицу? Корицу. Вот в чем дело. Нужно было сначала добавлять... Ну, а кто же его знал-то? Ладно. Хорошо, хорошо. Дайте я приготовлю... Давайте я приготовлю все как надо. Не стоит. Спасибо. На чем остановились? На главном персонаже. Твой главный персонаж... Как будто ты. А то. Если читатель со мной знаком. Он тут же заметит сходство. Тебя это устраивает? Я почему нет? Тебя тянет к нарциссизму. На этот счет не волнуйся. Только те, кто знаком со мной лично, могут что-то заметить. К тому же... То, что главный персонаж думает так же, как я... Облегчает процесс. Воля твоя. Извините. Что-то сказали? Да. Простите, что перебиваю. А вы писательница? Да, писательница. Как круто. Ну, только я пишу небольшие художные произведения. Газетные рассказы. Либо правдивая история о жителях города. А еще она роман свой пишет. Как раз в процессе чтения его черного варианта. Хе-хе-хей. Хо-хо. Сколько книг вы уже написали? Это будет первое, если я закончу. Я всегда хотел стать писательницей. Но... Заклинать слова тяжелое дело. Я писательница? Ну, даже я такие сложные слова не знаю. Хе-хе-хе. Мне не раз говорили, что у меня незаурядный словарный запас. А ваша профессия? Как говорите, вас зовут... А, прошу прощения, меня зовут Аквия. Для такого персонажа, немножечко, по-моему, банальное имя вы не находите. А, днем исследователь, ночью, инди-разработчик. Аквия. Ладно, допустим, инди-разработчик. Привет, Аквия, я Фрея. Это Ладушки Борис там. Здравствуйте, Аквия. Приятно познакомиться. Так вот, кем вы работаете? Научным работником в университете. В свободное время я также занимаюсь разработкой игр. Э, это куда круче, чем моя работа. Спасибо. Вы говорите, что с писательством у вас не очень? Ваша работа подразумевает обратное, разве не так? Действительно. Но я работаю в описательном стиле, а не в повествовательном. К области вы приводите свои исследования. Преимущественно в области компьютерной графики. Ого. Ого. Там куча вычислений и всяких скучных штук. Ну, думаю, это неинтересная медиа. Мало кто будет читать о таком. Боже мой, я забыла, что вы журналистка. Простите, я не хотела вас обидеть. Простите, не надо так сильно волноваться по каждому поводу. Все нормально. Извините, что перебиваю. А? Как я поняла, вы занимаетесь исследованием в области компьютерной графики, да? Все верно. Это вы написали научную статью о новейшем методе рендеринга жидкости в трехмерной среде? Кажется, среди ее соавторов было ваше имя. А, да, это была я. Вы ее прочитали? Прочла. Она играет большую роль в проекте, над которым мы сейчас трудимся. А можно узнать, над чем вы трудитесь? Над серией игр «Цельнометаллическая борьба». Вы что, шутите? Вы работаете над ЦМБ? Ой. Извините, меня немного занесло. Ничего. Приятно, когда встречаешь кого-нибудь, кому нравится то, над чем ты трудишься. Я пашаю эту игру. И, кстати, меня зовут Аквия. Но вы и так знаете. Меня Митрил. Митрилово Миртл. Короче, Митрил. Оговорочка по Лотру. А за что именно вы отвечаете? Я технический художник. Неудивительно. Не хочу мешать вам вести беседу. Но, может, у вас есть визитка или что-нибудь вроде того? Мы с друзьями хотим кое-что обсудить. Мы отправили электронное письмо на адрес вашей кафедры. Но никто на мне ответил. Да, такое часто бывает. Письма могут уйти в спам. А иногда нужно просто какое-то время подождать ответа. За это простите. Ну да, обычное дело. Я не взял с собой визитку. Но, если хотите, я могу дать вам свою электронную почту. Хорошо. Держите. Да, вижу. Вы тут про Full Metal Conflict говорили? Это ведь та игра, в которой скоро выйдет киноадаптация? А, она самая. Если честно, я была против задумки снять фильм по игре. Но Голливуд есть Голливуд. У них хватает денег на яркую картинку. Только я сомневаюсь, что они дадут должное нашей игре. Почему? Потому что есть игры с особым стилем повествования. Некоторые истории можно рассказать только в таком виде. А CMB не исключение. Интересно. Вы играете во что-нибудь? Ну, немного. Обычно во что-нибудь странное, малоизвестное, экспериментальное. Вроде игр, в которых можно поиграть на какой-нибудь выставке. Правда? Странно. Не первый раз слышу подобный свой адрес. Дело не в том. Как правило, любителям таких игр становятся люди, которым просто наскучивает внешнее состояние индустрии. Это правда. Однако, мне кажется, что экспериментальные игры нацелены совсем на другой рынок. По сравнению с играми для широких масс. Следовательно, людей, играющих в такие игры, нельзя назвать геймерами, при личном смысле слова. Им не так важно техническое наполнение игры, как заложенный в ней глубокий смысл. Который не получится понять без определенной, ну, так скажем, подготовки. Простите, я слишком долго болтала. По крайней мере, высказывал свое мнение. Справедливо. Очень интересное мнение. Меня на подобные игры подсадили люди из моего окружения. У вас прям модный даже хипстерский видок. Вжилась в образ. Значит, мой взгляд не на киноадаптацию вам понятен? Ну, вроде-то вам. Ладно, мне нужно идти. Завтра утром первым делом все же с вами по поводу нашего вопроса. Стоп, который час? Боже, мне тоже пора домой. Можем вместе дойти до остановки. Надеюсь, я не сильно вам помешаю. Давай на ты. И, конечно, ты мне нисколько не помешаешь. Пойдем? Ага. Большое спасибо, Ладушки. И вам, Фрея. Успехов в писательском деле. Берегите себя. Хорошо. Увидимся. Берегите себя. Вы все... Существа сказочные. Ну, что? Неплохой был разговор. Но я так и не услышал комментариев по поводу черновика. Я видела, как ты читаешь его время от времени. Ну, довольно неплохо. Серьезно? Это все? Я не редактор? Ждешь у меня перечня заметок? Ну, да. Серьезно? Да, конечно, та еще загадка. Но я здесь не в первый раз. Так что я по твоему лицу заметил, что тебе далеко не все понравилось. И у тебя уже куча замечаний, так? Признай. Ладно, подловила. На парочке замечаний не ограничится. И мне придется честно все высказать. Что ж, у нас впереди вся ночь. Выкладывай. Ладно. Давай с самого начала. Гем-май-тя. Разновидность японского зеленого чая с добавлением коричневого риса и... Коричневого риса. Спасибо. Газетка. Газеточка. Будущую историю слично почитать. Так. Очерк. Хаген Рассен. Из грязи в князи. 27-летний актуарий найден обезглавленным в пижаме на собственной кровати. Актуарий. Исследование показало. Большинство доступных гневоутоляющих препаратов небезопасно. Второй раз нам уже попадается исследование про гневоутоляющие аппараты... Аппараты, препараты. Хорошо. Начинаем день. И... Фрея, подожди. На этом будем заканчивать. Хотя... Нет. Ну, день-то у нас... Нет. Давайте все по-честному. Я понимаю, что это, скорее всего, мы сейчас будем продолжение про... Про... Это... Заметки. Но день перевернулся, поэтому серию мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok